джентльмены леди приветствуем вас на канале оружейный квартал меня зовут евгений а вы смотрите шоу оружейная кухня двух предыдущих сериях мы вам показали инструмент аксессуары для чистки оружия а также химия который используется при этом же процессе сегодня у нас выпускной экзамен а помогать не будет бессменная соведущая алиса алиса поздоровайся с нашими зрителями привет как же я вас ждала как ты думаешь какая сегодня тема выпуска о том что жить веселее когда чем-то занят да сегодня почистим карабин круто молодец я старался ваши старания не прошли даром а что сегодня нам понадобится грязный карабин подставка под него инструменты химия для чистки и фартук мы готовы начинать но так как у нас передача про пушки надо чтобы они были у всех алиса ты говорил у тебя есть разрешение на оружие у меня для тебя подарок крутой карабин алиса это тебе владей с удовольствием и ответственно этот мне безумно нравится а чтобы должны сделать первично прежде чем начать чистить оружие естественно убедиться что она разряжена она же не грязная о чем не тогда чистить куда он шел видимо расходимся все так не расходимся у меня есть а а а а а а Ну вот, другое дело. Так, Алиса, это твое. Возвращаю. Начинаем. Почему для съемок я выбрал полуавтомат AR-15? Ну, потому что только в полуавтоматах собрано такое большое количество грязных деталей. Я, конечно, мог выбрать и АК, так как в нем тоже порядка 100 деталей. Но свой вепарь я очищу с дульного среза. А данная картина, я думаю, травмирует очень многих АК-водов. С дульного среза. С дульного среза. С дульного среза. Че он сказал? Оружие легче чистится, когда оно разобрано. Существует несколько стилей чистки оружия. Стиль первый. Ой, а я это еще и чистить, что ли, должен? Само отвалится, я не для этого стреляю. Стиль номер два. У меня тут соревнования прошли. Почистите, пожалуйста. Лучше в доставке работал. Стиль номер три. Деды так чистили и нам завещали. Четвертый стиль водяного демонстрируют наши ленивые друзья. А мы представляем пятый стиль. С чувством, с толком и с любовью. Как мы говорили в предыдущих выпусках, самое главное, чего стоит избавиться в первую очередь, это гарь. Где гарь? Правильно. Везде. Гарь. 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 Три дня позже. Гарь. 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 Прежде чем начать активную механическую чистку, я всегда замачиваю все детали, включая ствольную коробку, ствол, УСМ, средствами от карбона. Что я обычно использую? Либо это пены, типа Waffen-K или Forest. Кстати, разницу между ними мы осветили в предыдущем видео. Отличный сольвент Триал-М от Гарри. Либо вот такой сольвент Калгард. Пены хороши для замачивания ствола. Масленки удобны, когда вы где-то точечно замачиваете. Либо прям мелкие детали в ванночку. А чтобы покрыть большую площадь, очень хороши аэрозоли, либо помпы. Но, к сожалению, в таком форм-факторе я пока не нашел. Поэтому лайфхак. Покупаете вот обычную баночку с пульверизатором. И выливаете туда любое средство, которое вы хотели бы использовать. Вот, например, Триал-М. Все. Теперь наше любимое средство находится в том форм-факторе, который нам будет удобно сейчас разбрызгивать. Какими бы нанотехнологичными мы и не были, нам никогда не обойтись без обычной бумаги, полотенец, тряпочек. И, ловите лайфхак, у кого нет вот таких вот ковриков, неоприеновых, либо резиновых, дешевое, но очень сердитое средство. Вот такие одноразовые пеленки. Они не пропускают абсолютно ничего. Ни воду, ни масла, ни гарь, никакую химию. То есть, почистили на любой поверхности, все. Скомкали и выкинули. Взяли новую. Абсолютно уникальная вещь. Пользуюсь каждый раз. Наши детали отмокли, и время приступить к их очистке. Так как у ЭР-системы много мелких, неудобных деталей, нам понадобятся инструменты для мелких, неудобных деталей. Поверьте, они сильно облегчат нам жизнь. Также мы можем использовать патчи, чистоган, и либо салфетки, те же баррикады. Либо старые добрые салфетки, в рулончики, либо тряпочки, либо полотенчики. Вот, кстати, использовали сольвент от Гарри, а пошла медь. Это говорит, что универсальные сольвенты, как бы они задевают большую площадь загрязнений. В том числе, вот мы видим, как два компонента полезло. И карбон, и медное отложение. Вот одна из, наверное, самых сложных деталей рама. Чем она сложна? У нее есть цилиндрическое тело внутри, в котором все копится, вся грязь. Вот, смотрите. То есть у меня все руки, сейчас моментом у меня все вылилось на руки. Вот. Проблема в том, что здесь полированная сталь внутри, потому что в ней ходит личинка затвора. И здесь не должно быть никаких царапин, никаких песчин, вообще ничего. То есть в зеркало должно быть все очищено, вымотое, и, как сказать, смазано. Вот. Поэтому здесь чистить надо особенно интенсивно. Вот. И бережно. Для этого нам может понадобиться вот такие специальные ершики. То есть очень удобно они туда входят. И все это дело прочищается. Потом можете спокойно любой салфеткой, патчиком оттуда эту всю грязь выгнать. Вот. Но если у вас нету вот таких вот штучек, вы можете взять кусок составного шомпола, надеть на него ершик. Ну, не знаю, там, калибра какого-нибудь, 9-го там. Вот. И также все это дело почистить очень удобно. Вот. Либо шомпол для патроника с не крутящейся ручкой тоже. Одевайте любой ершик. И также все труднодоступные части, вот эти цилиндрические формы, можете спокойно чистить. А мы продолжаем. В полуавтоматических карабинах обязательно уделяйте внимание системе отвода газов. Вот. То есть максимально, где можете достать, везде прочищайте. Чтобы гарь там не копилась, иначе может у вас сильно упасть перезаряжение, скажем так, в какой-то момент. Потому что газы просто не смогут проходить в нужном объеме. Вон, видите, что происходит. Одна из самых заковыристых частей в затворе у АР-системы, это ее личина. Очень сложная геометрия. И, соответственно, просто взять и вот так вот вытереть тряпкой, ну, какую-то часть получится. Вот. Но вы не сможете залезть везде. Поэтому здесь рекомендуем настоятельно подобрать себе какую-нибудь волшебную палочку. Не ватные палочки ушные, а какие-нибудь вот такие. То есть в данном случае это бортедж, то есть пластиковая, полимерная, скажем так, армированная сервисная палочка. Вот. Ей очень удобно лазить между боевыми упорами. Вот здесь. Вычищать зеркало затвора, потому что тоже как бы здесь особо не подлезете. Либо вот такие стики, хитро сделанные, которые тоже можно залезть везде, везде. Вот. А внутрь, соответственно, маленький тонкий ершик, либо четыре с половиной, либо вот такие пистолетные есть. Очень удобно. То есть он залазит прямо насквозь и внутри тоже все это дело вычищает. Чистить надо, так как там ходит ударник, вот, ему нужно двигаться свободно. Какая бы химия у вас не была, идеальная или рабочая, вот, в таких вот вещах вам в любом случае понадобятся щеточки. Щеточки бывают медные, стальные и нейлоновые, пластиковые. Вот. Чтобы прям вычистить, выскрыть оттуда грязь, они всегда необходимы. И не всегда, грубо говоря, химия, если отмочат, вот, сейчас я специально не стал трогать, то есть все чисто, тряпкой протер, вроде чисто, но вот здесь, вот здесь осталась гарь, и она тряпкой не смывается. Это к тому, что вот так мы походили, повертели, о, чистая тряпка, я вычистил. Нет. Берете ёршик, берете щетку, несколько раз здесь проводите, после этого берете тряпочку и видите, что гарь-то была, то есть вы просто ее не отслоили. Именно об этом мы и говорим, что как только начинают выходить патчи, это не значит белыми, это не значит, что вы уже закончили чистку, это значит, что вы сняли основную мягкую гарь, а все остальное только начинается. Мелочь мы почистили, теперь дульный срез, точнее резьба для ДТК и ствольная коробка. Так, дальше мы будем чистить ствольную коробку, она имеет цилиндрическую форму, именно у Р-15, вот, и боевые упоры. Что нам для этого надо? Мы уже в прошлых передачах говорили, это вот такой шомпол, который не крутится, вот, конкретно для Р-15 есть вот такая классная вещь, резиновый вишер, который идеально подходит для внутренней части Р-15 коробки. Вот, для боевых упоров в нашей волшебной коробочке есть вот такие вот патчики, ой, патчики, это вишера, вот, которые как раз идеально очистят зубья самих этих упоров. И для патроника, опять же, в нашем волшебном ящичке есть вот такие специализированные, мы вам показывали в первой передаче, когда изучали инструменты, вот такие вот двухсоставные, либо односоставные, из металла я имею ввиду, сталь, либо медь, либо просто медь. Вот, чистят патроник и боевые упоры. Это нам все сейчас пригодится. Ну и, конечно же, нам будет не обойтись без наших любимых сервисных палочек, потому что здесь есть места, куда не залезть ни ершиком, ни щеточкой, ни шомполом, никак. А вот такие вот вещи, они очень нам помогут. Сейчас мы вам покажем работу шомпола для патроник от компании ИТОС Чистоган, которую мы разыгрывали в первом видео. У кого нет вот таких вещей, то обязательно приобретите вот такой. То есть это такие цилиндрические патчики закручиваются специальной контр-гаечкой потайной. Вот, и у вас получается вот такая Т-образная штука. Мы ее заводим в ствольную коробку и в зоне боевых упоров прокручиваем в одну и в другую сторону. И собираем всю грязь, которая там образовалась. Вот такая красота у нас там нашлась. Это вы не вычистите ершиком. Вот, вам надо специальные либо вишера, либо вот такой вот набор. Так, большинство вещей мы почистили. То есть ловер, всю внутрянку затворной рамы, УСМ, ствольную коробку, резьбу под ИТК. Осталось самое-самое интересное и самое главное это ствол. Для удобства чистки этого ствола я всегда снимаю в сувьё. Заодно можно обслужить газовый регулятор. Кстати, вот эти салфетки, которым я сейчас использовал, они пропитаны специальным составом, который защищает от коррозии. Такое масло немного снимает гарь. Вот, поэтому я в основном использую их для внешнего части ствола. Вот, чтобы отдельно не чистить, просто снять лёгкую копоть, которая не образовалась и защитить для дальнейшего использования. Итак, мы всё почистили, кроме ствола основного узла. Его мы даже запенивать не стали, чтобы показать вам, что происходит внутри после интенсивной стрельбы. Для этого нам понадобится бороскоп. Но, так как у меня бороскопа личного нет, если кто-нибудь его мне зашлёт, то я его сделаю даже микрообзор на него. О! Ну, пацан сказал, пацан сделал. Итак, бороскоп это вот такая спица. На конце находится зеркальце маленькое под 90 градусов, камера и подсветочка. Для чего она нам нужна? Мы заведём эту штуку в ствол, вот, и вы увидите сами, в каком состоянии находятся нарезы, где там гарь, где там медь и всё остальное. Прямо вот сами своими глазами это всё увидите. Чтобы было интереснее и вам, и мне наблюдать, есть специально вот такой вот дисплей, на котором всё будет красиво изображено. Зарядочка на разные типы, кстати, розеток европейские, американские и прочее. Очистка вот этого зеркальца, который здесь находится, чтобы после проверки оно у вас станет грязным и вам надо будет регулярно его очищать. Ну, и вот переходнички. Вот. Стоит вещь недёшево, она того стоит. Вы не будете полагаться на патчи, вы будете сами видеть своими глазами, что происходит у вас в стволе. Итак, сейчас мы заведём вот этот зонт в ствол, в нарезной, и что вы увидите, на что обратить внимание. Вот вам знакомый макет, кто смотрел прошлые выпуски, вот эти вот нарезы и их основания. То есть, в чём сложность нарезного ствола, что он не гладкий, прям как труба, а у него вот такая система. То есть, внутри вы увидите очень много гари, очень много меди. Вот такой пакет, тоже вам известный, который покрывает всё. И основания нарезов, и сами нарезы по всей длине. Также, самое важное, это дульный срез, потому что на нём собирается большое количество как снаружи, так и внутри, и так называемое углеродное кольцо, называемое углеродное кольцо, которое образуется на месте, где пули выходят из гильзы. Это самая, наверное, концентрированная часть, где обязательно надо вычищать. Всё, поехали, посмотрим, как это в реалии выглядит. Итак, заводим наш бароскоп, и первая остановка это дульный срез. И сразу же мы видим, прям вот в самом начале, как всё покрыто копотью, гарью, струбьями, какими-то ошмётками, несгоревшего, изгоревшего пороха. И там же где-то медь. Вот я проворачиваю по кругу. Прекрасно видите основание нарезов, сами нарезы. Много выстрелов, и всё, всё, всё закрыто. Двигаемся дальше. Металла практически не видно. Вот мы двигаемся по нарезу. Идём, 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 идём. Картина не меняется. Давайте кружок сделаем. Вот, вот, прекрасно видно, прям карбоновое отложение. Это всё впитывает воду. Это всё примыкает к металлу и начинает корродировать, если от этого не сбавиться. Так, двигаемся, двигаемся, двигаемся дальше. Сейчас вторая остановка, которая нас интересует, это вход в газовую камеру. Что делает полуавтомат? Полуавтоматом. Перезаряжение за счёт отвода газ. Вот она. Это вход в газовую камеру. Через вот эту вот дырку в стволе часть газов уходит на поршень и двигает затвор. Видим, как всё покрыто тоже гарю. В принципе, но ещё разгара нет, то есть ствол вполне себе бодрый. Идём дальше. Вот, видите, вот эти золотистые следы, это медь. Это медь, вот она, вот она. Она уже въелась капитально, выстрелов было очень много, вот они даже структурированные идут. Так, всё, мы попали уже на пульный вход. Это место, где пуля садится на нарезы. Вот они нарезы, начинаются уже потихоньку, видите, вот они. Тоже всё покрыто гарью. прям с какими-то ошмётками. Всё. Это так называемое углеродное кольцо, прямо здесь находится. Место, где пуля покидает гильзу. Самое большое и концентрирует скопление карбона. Вон, видите, прям. Ух, это надо обязательно всё вычищать. И дальше уже идёт сам патронник. Всё, мы вам показали исходное состояние ствола после стрельбы. То, с чем нам сейчас придётся бороться. И, соответственно, будем на промежуточных этапах показывать, что происходит в стволе дальше. Итак, запениваем ствол. Обязательно используйте патч-приёмник, либо другие варианты, которые мы указали в прошлом видео. Почему Форест? Мы уже говорили в опытах, что именно такой форм-фактор хорошо затыкает патронник, и пене некуда не деваться, кроме как идти вперёд. С помощью этой операции мы растворим мягкие отложения, которые сейчас в стволе находятся прямо на поверхности, которые не въелись. Это нам облегчит дальнейшую чистку. Надо расчистить путь для более серьёзной химии. Итак, прошло достаточно времени, чтобы наша пена прореагировала. Вообще, надо сказать, чем меньше времени у вас прошло с момента стрельбы до чистки, тем быстрее пройдёт процесс чистки, и тем быстрее вся эта гарь отстанет от металла. И ещё один момент. Если у вас ствол полированный, тем эта гарь в принципе и приставать будет к ней меньше. Что такое полированный ствол? Ну, представьте себе, вы берёте тряпку и протираете полированные доски, пол из полированной доски. Насколько удовольствия у вас получается больше и насколько быстрее всё это протекает. Или вы возьмёте пол из необработанной доски и попробуйте вот этой хлопковой бумагой, бумагой-тряпкой его протереть. Она будет цепляться, она везде будет махрить, то есть к ней всё будет лезть, пачкаться и так далее. Вот. Полируются стволы вот такими пастами. Специальные джеби либо йосы. Вот. Всё это проходит на примере берёте шомпол, на него патч и смазываете, смачиваете, вот, намазываете в общем пасту на него. И поступательным движением полируете, полируете, полируете. Есть ещё момент, как обкатка на горячее, но это уже более технологически сложный процесс, мы его разбирать не будем. Если интересно, можете посмотреть в интернете. А мы вернёмся к нашей пене. Как говорили в прошлых передачах, обязательно используйте направляющую для шомпола. Она вам позволит скорректировать собственно начало вашего шомпола и не позволит всей гари из ствола попадать обратно в коробку. Итак, прогоняем первый патч. Ну, собственно, вот, видим чёрный агарь, синевы пока нет. Это о том, что гарь закрывает полностью всю медь, которая там находится. Вы видели, собственно, в бароскопе. Вот, теперь наша задача прогнать несколько патчей, чтобы окончательно выгнать все мягкие отложения, которые там образовались. Все, патч вышел белый. В принципе, многие на этом останавливаются. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцатый патч чистый. Значит, в стволе больше ничего нет. Мы идеально вычистили. Можно расходиться, оружие ставить в сейф. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Но, мы же понимаем, что так не должно быть. Давайте посмотрим бароскопом, что на самом деле внутри происходит. И почему этот патч вылазит белым. Так, заводим наш бароскоп. Ну, собственно, с первых миллиметров мы видим медь. Медь и гарь. Ее стало меньше. Давайте дальше углубимся. Вот она. Ее стало меньше, она стала более аккуратной, так как мы вымыли все мягкие отложения. Но, то, о чем мы вам и говорили в предыдущих, опять же, передачах, посмотрите обязательно о природе всех этих отложений и загрязнений. при стрельбе металл расширяется и загоняет гарь и всю эту грязь в микропоры, микротрещины, которые в любом стволе существуют. Почему это все не ушло? Ну, потому что мы с помощью патча выгнали весь реагент и больше там реагировать нечему. С мягкими слоями все прореагировало и они вычистились. И все, остался сухой ствол, который вот представляет из себя вот такой слой меди-гарри. Вот, 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 вы прям четко видите. Давайте дойдем до углеродного кольца. Вот оно, все на месте. Почище, но на месте. Вот такая картина предстала перед нами после первой прогонки химией в очищение мягких отложений. Что мы будем делать дальше? Можем забить, оставить как есть, так как реагация там превратилась и молиться, чтобы углерод, который там есть, не впитал воду и не дал коррозию. Второй вариант. Мы можем слой за слоем добавляя новую химию растворять отложения. Гарь, медь, гарь, медь, гарь, медь. Добавляя, добавляя патчами, проходя и добавляя, добавляя химию. Вот, либо третий вариант, который мы скорее всего и изберем. Это более механический, скажем так, момент с помощью ершей. В чем его суть? Чтобы вот этим не заниматься, разбиранием по слоям, мы возьмем ершик и используем его как плуг. Мы вспорим все вот эти отложения, которые сейчас находятся внутри ствола вот таким вот образом. Вот так мы по нему пройдем и, собственно, откроем доступ к химии на всех слоях до самого железа. Вот. И химия попадет сюда и позволит ему отстать от металла и позволит нам сэкономить время для чистки, чем мы сейчас и займемся. Итак, переходим к основному этапу чистки. Пытаемся удалить затвердевшие уже отложения гаря и меди, которые не ушли при первом замачивании. Для этого мы используем универсальные сольвенты, либо бачбор шайн, либо элиминатор. Если они нам не помогут, с гарью они точно справятся, если они нам не помогут, то перейдем уже к тяжелой артиллерии. Это изолированные сольвенты от меди. Вот. Свист М62, Купрум рюмов, Калгард и Робла Соло Мил от Болистола. Если вдруг такое случилось, что вы ствол не чистили уже 8 лет, вот, и в нем дыры до сих пор нету, то отложения, которые там образуются за это время, вам удастся вычистить только с помощью паст. Вот такие пасты для чистки GB, YOSA, ну, либо Trial M, который начал сейчас делать. Вот. Они содержат микрочастички абразивные и помогают уже на физическом уровне также и растворить медь, и вспороть ее. И это точно вам уже поможет. Но мы стреляли буквально недавно, вы видели, поэтому попробуем по лайту с универсальных сольвентов. Как мы вам и говорили ранее, мы будем использовать три насадки и три шомпола одновременно. То есть сейчас мы смочим ствол патчем сольвентом, прогоним его, потом мы вспорим все отложения с помощью ершика, то есть вот так это будет выглядеть, потом выгоним всю эту грязь после того, как химия прореагирует с помощью вишера и вот таких вот патчей, вот таких вот патчиков, и посмотрим результат. Если все осталось на месте либо хоть что-то осталось, мы его повторим. Ну и дальше уже, если тяжесть как бы не позволяет вычистить универсальным сольвентом, будем переходить к тяжелой артиллерии. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. Сейчас смачиваем ствол химии. Что мы видим? Мы увидим уже серый патч, хотя предыдущие выходили белые. Мы прогнали агрессивной химией первый патч, вот, и он уже становится темного цвета. Это значит, что начались расслоения и начались избавления от вот этих вот слоев с помощью просто химии. Сейчас мы это все промочим хорошо повторимся и потом разрыхлим уже все это ершиком. Еще один совет. После того, как вы поработали одним шомполом и при переходе на другой шомпол, обязательно вытирайте и сам шомпол тряпками и сами ерши. Ерши можно в принципе споласкивать керосином, ну, то есть каким-то растворителем, либо специальным составом для обезжиривания. Вот, например, вот такими. То есть есть у Афанке, есть у Бортека. В принципе, у каждого производителя химии есть специальные средства от обезжиривания. Зачем это надо? Химия, которая находится внутри, она реагирует, она начинает разъедать собственно сам ерш и весь шомпол на протяжении всего канала покрывается этим составом. И в следующий раз, когда вы залезете уже в чистый ствол, ну, предварительно скажем так, очищенный, опять же, грязным шомполом вы занесете обратно все. Вы уже не поймете, где там отслаивается, где там старая грязь, где там новая. Всегда протирайте после смены шомполов либо после смены насадок. Это очень облегчит вам сам процесс чистки. Все, мы ствол обильно смочили. Видим, что патчи до сих пор выходят синие, серые, то есть там активно идет реакция. Сейчас ждем некоторое время и начинаем рыхлить отложения с помощью ершей. Постараемся добраться до самого металла, чтобы подойти изнутри. Для этого берем другой шомпол вот с таким ершиком. Кстати, все насадки, которые мы используем, сделаны из нереагирующих с активными веществами металлами, ну, кроме самого ворса ершика. Для чего это надо, мы тоже рассказали, чтобы индикатор не путал вас, что это либо медь со ствола изнутри, либо это медь с насадки. Прошло достаточно времени, начинаем работать ершом. Также смачиваем его сольвентом. Раз 10-15 туда-обратно прогнали, вытащили шомпол и еще немножко смачиваем ерш. Чем удобны, собственно, вот такие патчи-приемники, и каналы для химии. У направляющих вам не надо полностью вытаскивать шомпол, что-то там капать где-то там на ладошку и обратно засовывать. У вас вообще ничего не покидает канала ни ствола, ни направляющие. И продолжаем дальше. Так, мы проделали хорошую работу. Вытираем наш шомпол. Вот, чтобы вы понимали, что происходит внутри и на шомполе. вот. И также сейчас мы обезжиривателем промоем ершик, чтобы на нем ничего не осталось. Вот. А пока переходим к следующему этапу. Берем вишер, накалываем на него лоскутный патч фланелевый, в данном случае компания E2S чистоган. Вот. И смотрим, что сейчас мы изнутри выгоним. Казалось бы, выходили белые патчи, немножко поработали новой химией, немножко поработали ершиком, и у нас опять чернота. Это вот те отложения, которые мы с вами видели бароскопом. В таком ключе продолжаем дальше. Смочили, ершом разрыхлили, вымоли, смочили, ершом разрыхлили, вымоли. Ну, раз за три такую процедуру сделать. Если, собственно говоря, патчи будут продолжать выходить синевой или еще что-то, рекомендуем переходить уже к изолированным сольвентам, чтобы сэкономить время. Ну, или можно продолжать дальше пользоваться универсальными. Рано или поздно вы добьетесь своего, то есть металл станет белым. Патч почти белый. Ну, даже не почти, он белый. Казалось бы, опять, вроде мы почистили, все хорошо, но давайте обманываться не будем и повторим процедуру еще раз. Смочим ствол, потом прогоним ершом и еще раз посмотрим, что будет с патчем. Вот, у нас уже пошла чистая синева, то есть там они выходили серые, там грязь растворялась, гарри я имею ввиду, а здесь уже пошла реакция с медью. Вот он зеленый, синий, то есть мы уже начинаем рыхлить эти слои и снимать их уже ближе к металлу. Сейчас еще раз ершом пройдемся. Алиса, а что ты обычно делаешь, когда тебе скучно? То же, что и все. Готовлю, читаю книги, смотрю сериалы, сплю, немножко мечтаю. О, сплю. Хороший вариант, но попозже. Кстати, есть такая шутка или полуправда, даже не знаем, в старину, когда ружья были не нарезны еще или только начинали и ствол был немножко больше. Чистили ружья полевками, мышами полевыми. То есть ловили мышь, запускали ее с патроника в канал ствола, она пробегала ствол, естественно, своей шкуркой, вот этой мохнатой, все вычищала, что могла, и брали следующую и опять запускали. Она так пробегает и, в общем, там копилась стая вот этих черных мышей. Наверное, потом даже целый вид был такой. Так, патчи выходят уже белый, ствол мы почистили. Давайте еще раз напомним, чем будут старея пороховая гарь и медь, и чем ее будет больше, если вы будете много стрелять, тем больше вам процедур подобных придется повторить. Ну, либо менять химию на другую более агрессивно. Что делаем дальше? Мы использовали агрессивные сольвенты, мы вам показывали опыты, понятно, что у них есть щадящий вариант, но лучше не рисковать, так как сольвенты попадают не только в канал ствола, но и внутрь еще самого металла. Нам сейчас надо их вымыть оттуда, деактивировать, чтобы они больше никак не влияли и ни на что не реагировали. Для этого у нас есть специальное средство Conacroil. В масленке аэрозоль, ну, либо на худой конец ВД-40. Тоже хорошо вымывает, но их оставлять в стволе тоже нельзя. Мы сейчас деактивируем, нейтрализуем агрессивные сольвенты. Небольшая рекомендация, некоторые вещества, средства, имеют очень резкий специфический запах. Тот же бач, 7-62, Conacroil, баллистол, не всем он нравится. Поэтому помимо перчаток, в которых я работаю всю дорогу, большая рекомендация открывайте окна, то есть делайте это в проветриваемом помещении максимально. Потому что организм не очень будет вам благодарен, если вы будете в несколько часов его вот этой химией обдавать, скажем так. А мы выгоняем растворы, которые пагубно влияют на металл. Патчи выходят немножко розовыми, этот цвет собственно-ка накройло. Никакой гарри, никакой грязи больше нет. Итак, с помощью высокопроникающих масел мы нейтрализовали всю агрессивную химию, которая была в стволе. Сами по себе вот эти вещи без соприкосновения с водой коррозию не вызывают. И наша сейчас основная задача защитить металл, закрыть его изнутри от кислорода. Влаги там нет, защищаем от кислорода и коррозия не будет. Чем мы это сделаем? То есть обычно нейтральное масло. Не путайте с баллистолом и ими подобными, они не являются нейтральными. Так, в Афенке, кстати, в прошлом видео про химию мы проделали большой опыт и посмотрели, какие вещества действительно являются защитными, а какие только кажутся. Так, триалэм, тот же самый беркут, баллистол ганекс. Мы прогоним несколько патчей этим маслом, его можно использовать и с внешней части деталей, что ствол, что защитную группу, тоже мы это все проделаем, чтобы закрыть металл от кислорода и влаги. и в финале прогоняем несколько чистых патчей без какой-либо смазки для того, чтобы брать излишки масла. Не бойтесь, никогда вы не смоете, ну, не снимете слой смазки настолько, что он останется вообще железо без защиты. Но излишняя смазка в стволе и в механизмах тоже никогда не нужна. Есть такое выражение, что лучше сухой будет ствол, нежели излишней смазки, потому что к нему будет липнуть песок, грязь на полигоне там или на охоте гораздо больше, чем простому сухому механизму. Опять же, это к вопросу, что существуют даже сухие смазки в виде порошка, которые не содержат вообще никакого, никакой влаги. Ствол протерли, патчи чистые. Теперь проверяем бароскопом, что у нас получилось на выходе со стволом и собираем карабин обратно. Когда будем собирать, смажем все детали, трущиеся детали специальным составом, который позволяет легче сходить. Итак, финальный тест. Посмотрим, что у нас после всех процедур внутри ствола происходит. Останавливаемся на дульном срезе. Все, видим, ни меди, ни гари, здесь нет. Отличный чистый металл. есть некоторые ворсинки от патча, но это все можно оставить либо выдуть просто сжатым воздухом. Идем дальше. Основания нарезов чистые, то есть яршом мы продрали прямо до конца самых стенок. И на самих нарезах тоже все блестит, как будто ствол новый. Идем дальше. одинаковый результат. И доходим до патроника. Здесь у нас углеродное кольцо. Смотрим. Все отлично. Мы его убрали. И дальше уже сам патроник. Здесь все и так хорошо. Все, ствол у нас чистый. С основной задачей мы справились. Вы суть процесса поняли, цикличность тоже поняли. И теперь можете спокойно сами дома экспериментировать, как вам удобнее, какая схема вам больше подходит, хотите ли вы больше на это время тратить или более технологично это заниматься и повторить то, что сделали мы. Для этого, конечно, понадобится немножко больше аксессуаров, чем обычно люди привыкли использовать. Сейчас мы смажем основные трущиеся детали. Для этого мы применим специальные густые смазки для высокопрецизионных изделий. Так, что мы обычно используем? M-Pro7 с присадками, которые повышают устойчивость к износу и трущимся моментам. Хопсовские, тоже густая смазка. Есть XP-шный Bortec, собственно, Калашников выпустил. И одна из моих любимых, это Bishwood Casey, тоже состав для сильно трущихся деталей. Смазываем и собираем ствол обратно. Еще один момент упомянем. Фиксаторы резьбы, для чего они нужны, помимо установки оптики, они еще очень хорошо подходят к болтам, которые, допустим, цевьё крепить, собственно говоря, к основанию. Чтобы при стрельбе оно не выкручивалось, рекомендуем обезжирить болтики составами, которые показали раньше. Немножко резьбу намочить красным или синим локтайтом. Лучше синим, конечно, потому что он и так нормально держит, а красный потом придет, скорее всего, выплавлять. и будет отлично держать до следующей чистки, либо, когда вам понадобится снять цевьё. На этом всё. Сегодня мы вам показали полный цикл загрязнения и чистки нарезного полуавтоматического карабина, так как он сложнее и деталей в нем гораздо больше, и мы смогли полноценно раскрыть весь процесс. Если вы в ближайшее время будете стрелять, можете просто оставить в сейф и потом пойти пострелять. Если вы в ближайшие полгода им пользоваться не будете, положите смазку более густым слоем и будет с ним всё отлично. Алиса, попрощайся с нашими зрителями. Вы ещё не ушли, а я уже соскучилась. Спасибо вам огромное, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok